Для нескольких тысяч граждан Херсонской, Запорожской областей ЛНР и ДНР, которые проживают в Башкирии, организовали досрочные выборы в законодательные собрания. Мероприятия проходили четыре дня, с 1 по 4 сентября. Постояльцы пункта временного размещения связиста могли проголосовать прямо в ПВР. Среди них и семья Перепелица, мама-папа, двое дочерей и сын. Более 20 лет они жили под Харьковом, пока в их дом не прилетела ракета. Перепелица эвакуировались и теперь живут в ПВР. Отец семейства Владимир работает связисте-охранником. Приятно, что в другом регионе можно прийти проголосовать. Все для этого обеспечено, все выстроено. Для постояльцев пункта временного размещения речной зори организовали трансфер от места жительства до избирательного пункта. Оставлять детей людям не с кем взяли с собой. Для ребят организовали праздник с аниматорами. Пока дети играли, взрослые голосовали. Все очень отлично, все прекрасно, все доступно, все понятно. Приветливые лица, жители столицы Уфы нас за добротой, степлом приняли, пригласили. Наблюдателями работали сами переселенцы. Одна из них Елена Дмитриева. Женщина вместе с мужем и тремя детьми, один из которых инвалид. Приехала из Генчейского района Херсонской области. Переселились в ПВР речные зори. Отец семейства устроился на завод. Елена стала ухаживать за детьми. Возвращаться не планируют. Однако судьба родины им не безразлична. Поэтому решили проголосовать. Уезжать родители из-за возраста не хотят. Там дома пооставались целые. Там остались близкие люди. И мы хотим, чтобы они хотя бы жили там хорошо. Надежду Елены разделяют и другие участники выборов. Это по предварительным подсчетам избирательной комиссии почти 100% всех переселенцев, проживающих в Башкирии. Люди рассчитывают, что в составе России, в их родных регионах наступит мир.